Всем привет! Это мой второй день влогов. Меня зовут Слава Басил. Вообще шучу. На самом деле это влог Юли. Она попросила меня снять приветствие для вас, потому что сейчас у нас дома уборщица, и ей просто неудобно снимать при ней. Вот. Я пошел за едой. Я подъехал, спускайтесь. Он подъехал. Я вышел за едой. У нас, в принципе, обед. Посмотрите, я в свитере. На улице прохладненько. Вот. Я сходил в Киевсишку, взял курочки. На самом деле мы стараемся есть такую еду как можно меньше. Но от этого никуда не деться. Все равно хочется иногда. Ну что ж, ребята, всем привет. Новый влог, новый день. Сегодня я проснулась в 11.30. В 12 часов пришли к нам домой убираться. Навели порядок. И, представляете, я в этот момент особенного ничего не делала. Единственное, что я видео открыла. Влог первый, вчерашний. Я, конечно, очень люблю убираться. Вы сами это знаете. Люблю порядок и все такое. Но я уже много раз рассказывала. В последнее время мне совсем не хочется этим заниматься, тратить на это время. И мне было приятнее полежать, посмотреть Сабрину, например. Не выспалась сегодня пипец. Вчера очень-очень поздно легли, потому что вчера я монтировала влог. И даже не посмотрели ни одной серии сериала перед сном. Хотя мы обычно так делаем. Сегодня максимально простой день. Абсолютно нет никаких планов серьезных. Куда-то поехать даже. Никуда и не надо, собственно говоря. И да, у меня бывают такие дни, когда я могу просто сидеть дома. Вот просто так сидеть и сесть. И все. А я с того момента, как вернулась в Болгарии, дома особенно не убиралась. Только вещи раскладывала на свои места. Ну, гладила. Я гладила очень много. Расскажу вам просто жесть историю, которая со мной вчера случилась. В общем, моя мама приехала с дачи. Привезла всяких ягодок с нашего огорода. И всякое такое. Передала мне их. И где-то день они у меня лежали в холодильнике. И я такая думаю, блин, надо ягодки поесть. Все-таки с огорода, витамины, туда-сюда. И в итоге вчера ночью мне дико захотелось ягодок. Я их взяла, помыла. Взяла ложечку маленькую. Ем ягодки. Потом беру вторую ложку с ягодками. И смотрю и вижу, что там помимо ягодок есть что-то другое. Я начинаю смотреть, приглядываться. Долго, пристально смотрю. И понимаю, что это что-то двигается. Шевелится. У меня начинается паника. Я говорю, Славе, посмотри, что там такое. Мне кажется, там какое-то чудовище. И, возможно, я его съела. Слава смотрит, говорит, дай там просто муравьишка обычный. Я начинаю кричать. Схожу с ума. Он говорит, успокойся, сумасшедшая. Я начинаю представлять, что я съела муравьишку. В историях в своем инстаграме я уже рассказала, что в этом году мне не везет на муравьев. Потому что то они меня за попу кусают, то я их съедаю. Быть первым, это начать с нуля. И превратить ноль в самую широкую судьбу. Это лежит Вивена, которой сегодня не дали выспаться, потому что пришли убираться. Лежит грустная. Мамина, мамина. Собачки, мамины. Лежим, смотрим Сабрину. Что-то вообще у них непонятки идут. В отношениях? А еще смотрите, какие милые цветочки. Мне их Слава подарил. Он встречал нас с Кариной из аэропорта, когда мы прилетели из Болгарии. Вот, а еще хотела вам рассказать. Видите, у меня здесь стоит два пакета. Как вы думаете, для чего? Ну ладно, заметьте, я вам расскажу. В общем, Вивена почему-то оттуда землю выковыривает. Я не знаю, как она это делает. Ни разу ее за этим не ловила, но мне пришлось эту поставить, чтобы она землю не разбрасывала, потому что я могу прийти домой, а здесь земля валяется. Да, Вивена? Кстати, Вивена знает команды. Сидеть. Лежать. Ай, молодец! Ай, молодец! Сидеть. Сюда. Ближе. Давай ближе, камера не видит. Сидеть. 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 Лежать. Погода. Кстати, вот как убрались. Ну, в целом, тут и было чисто. Просто все хорошенько помыли, пыль протерли, туда-сюда и туда-обратно. Сегодня я пыталась начать расставлять магнит, и, видите, вот эту часть начала. А тут хаос дальше внизу. Ребята, угадайте, кто ко мне только что приходил? Курьер! Я помню, что где-то месяца три назад мне написали «Привет, давайте мы вам сделаем какое-то белье». Ах, я такая, ну, не, ну, давайте, я не знаю. Но сейчас посмотрим. В любом случае, мне это придется записать в сторис, так как это реклама. Поэтому ничего страшного. Ну, не на себе же сумасшедший ты. Ага. Что? Ну, посмотрим. Да белье надо! Ой, матерь божья! Сколько подсказок! Силуй, снимай, понимаете? Вау! Класс! Это рогатка! Делают всякие такие штучки, бельишки с надписями. Достаточно прикольно. Итак, я чуть не сошла с ума от скуки. Дома. Потому что заняться мне нечем. Монтировать мне особо нечего. Точнее, то, что я сняла вот до этого момента, я не хочу сейчас монтировать. Я хочу монтировать, когда уже все снято, а не вот такое. Сейчас я поеду к Арине в гости. Возможно, что я к ней ненадолго. А потом придумаю какие-то другие для себя дела. Полезные, надеюсь. Короче, настроение, честно говоря, не очень. Потому что все дело в погоде. В погоде, которая меня абсолютно не радует. Ну и в том еще, что у меня сегодня не было никаких планов, никаких дел. Знаете, тоже заморачиваться какой-то фигней не нужно и не хочется. Как я и сказала в первом дне недели влогов из Москвы, вы увидите разные мои дни. И они бывают настолько разные, что пипец. Типа вчерашний день у меня был насыщенный. Я сделал какие-то важные, хорошие дела для себя. Тот же маникюр. Съездили в шоу-рум, взяли вещи, покушали, встретились с Кариной, поболтали. Сходили потом вечером, кстати, со Славой в кино. На форсаж на этот новый. Классный фильм. Можно посмотреть с кайфом. Актеры хорошие. Вот, а сегодняшний день у меня вообще никакой. Единственное хорошее за сегодняшний день, что произошло, это то, что к нам домой приходили из клининговой компании и наводили чистоту и порядок. Ну, может быть, еще дело в погоде и в том, что у меня внутри болит щека. Я не знаю, каким образом, но я прикусила себе по ходу щеку. И такое неприятное чувство, что просто пипец. Ну и погода говно. Просто я в теплой куртке, причем даже не в своей, от Славиной. У него просто очень модная куртка, поэтому я ее взяла. Так что сейчас приеду к Арине и вернусь к вам. Стерва! Привет! Надо еле друг друга снимать, подружки. Влогерша. У меня очень чисто. Это называется прихожая. Здесь много коробок. А что там? Я как раз проголосовала за распаковку в твоем инстаграме. Ну, я буду снимать, увидишь. А что это? Это одежда. Здесь райвены. Здесь не знаю. Здесь тоже не знаю. Золотой яблоко что-то прислала без моего ведома. Себедь беру. Не собранная постель, так и живу. Ведь ко мне не ходят жевачки. Да, угасайся. Сладкую? Да. Открой сама мне ногти. На, у тебя тоже. Да я открою. Ух ты! Ты дарила. Ой, да. Думаю, ты ногти себе будешь отрезать. Тебе стиханула. Один день только выдержала. Не, я уже более-менее привыкаю, но сегодня утром я проснулась с болью. Ну, да. Потому что я вчера голову еще помыла с этими ногтями. Плюс пару раз зацепилась. Да, когда зацепляешься неприятно. А я закрывала всякие шкафы. И поэтому, в общем, стало грустно. Как будто я себе прищепки вот сюда, знаешь, как в детстве взяла. Угу. 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 Прицепила. Угу. Сделать мейк, прическу и с этими ногтями померить этот аутфин. А я как бомж. Нет, я как это. Борерожденная. Я тоже бомж. Разная голова. Но это не делает из меня не красотку. Точно, точно. Смотришь мой влог? Ну, да, начала. Только начала? Угу. Нравится очень. Я еще не посмотрела так особо. Я ела, видишь, у меня пятнышки от соуса. Посуду помыть и все. Но... Так, Лэй. Понимаю. У меня было настолько лень, что я обратилась к клининговой компании. Будет чисто, да? Да. Когда я приехала к Арине, моей главной целью было мешать ей собираться и решать ее важные дела. Ну, да ладно, шучу. На самом деле, я просто к ней в гости заскочила. Я смогла вытащить ее в шоу-рум. Так что сейчас мы едем в шоу-рум недалеко от нашего дома. Приехали в шоу-рум. Сейчас будем смотреть вещи, мерить. Вот название. Можете посмотреть в инстаграме. У них сейчас распродажа просто бомбовая. Поэтому мы вовремя приехали. Надеюсь, что-то классное останется для нас. Но мне безумно понравился стиль этого шоу-рума, магазина. Сейчас будем мерить, смотреть и показывать вам. Ура. Эти джинсы просто бомба. Они такие классные. Какая детская радость у тебя. Так мило. Очень круто себя. Вообще. Надеюсь, я их последний забрала. Забрала, кстати. Точно? Просто. Цвет нравится. У меня были такие джинсы, когда я весила 47, а они мне хорошо подходили. Блин, как классно. Да, у меня тоже такие джинсы здесь много. Такая рубашка вообще, мне так нравится. Это джинсы. Тоже другие. Я в шоке. Знаете, никогда такие джинсы не любила. С широким низом. Сейчас нравится. Так модно. В общем, мне нравится сейчас мой образ. Еще вот эти косички. Такая непривычная для меня прическа. Такая, типа, я из сериала про 90-е. Короче, девочки, я такая счастливая. Столько всего набрала. Боже мой. Через неделю, после недели влогов, у меня будет видео, типа, распаковки. И я буду показывать все вещи, которые у меня новые появились. И они такие крутые. Карина в шоке от того, насколько тебе все подошло. А мне очень понравилось, потому что я вешу много. Да нет. Очень все понравилось. Короче, офигенный шоурум. Сейчас отвожу Карину домой, потом еду к себе домой, начинаю монтаж этого видоса. Он был вообще о чем? Единственный кайфовый момент за сегодняшний день это этот шоурум. Все, пока встреча со мной. Ай, забей нафиг. Ну что ж, ребята, отвезла Карину уже дома. Распустила свою прическу. У меня ужасно выглядит голова, поэтому сейчас я хочу пойти помыться. И тогда будет лучше, потому что это вообще кошмар. Как с такой головой можно жить? Презираю людей с такой головой себя. Сейчас презираю. Ну правда, вообще так лень была. Но ничего, сейчас я схожу, помоюсь. И сидела, монтировала этот видос и поняла, что он безумно короткий получился. Я ненавижу короткие видосы, я против этого, противник. Не понимаю влоги, которые типа на минут 10 или меньше. Я не понимаю такие влоги. Для меня это не влог. Для меня это просто маленькое какое-то видео непонятное. Понятно. Поэтому я решила поснимать вам еще, поболтать с вами что-то, показать интересненькое. Например, как Ревьена не уходит в мою новую кофточку, а теперь и камеру. Вся, я влогер. Угу. Посмотрите, тебе здесь всем не нравишься? Я? Нараблюсь. Ну, это, не снимаем, но внешний вид. Так ты же весь внешний вид. Вот, смотрите, у меня есть вот такая вот ручка фирменная. Не знаю. Да? С твоим именем. У меня тоже такая есть. Да. Чего фонтуешься? Да. Я и пользуюсь, недавно записывала ей. Угу. Я тоже. Что тут пишешь? Да вот, думаю о том, как будет сайт выглядеть в школу своей. Ну, завораживает. Тебе скоро будет школа с твоими руками. Да учи меня, учитель. А что у тебя тут есть? Тюпики. Давай. Хотела тебе кое-что сказать. У меня волосы не подняты и вообще не круто выглядишь. Блин, ну я прощала. Вот вы видите нас такими, какие мы ходим по дому. Я хотела тебе сказать, что чай, который ты не сделал, я его еще не раз напила. Нифига, это жестко. Но я его обязательно попью. Я люблю пить холодный чай. Ненавижу снимать видосы без макияжа, потому что потом, когда я монтирую видео на компе и вижу себя на экране монитора, я думаю, блин, ну почему так сложно было накраситься на 15-20 минут? Но накраситься не хочу, потому что поры опять забьются нафиг на дым. Говорите всегда своим собачкам, что они самые лучшие всем своим животным. Любите их. И даже если вы думаете, что они вас не понимают, все равно просто произнесите вслух, что вы их любите, что они у вас самые лучшие, самые милые собачки. Понимаете, они все равно чувствуют. Это моя красавица любимая. Самое любимое занятие моей собачки это ложиться, брать в зубы свою любимую игрушку, а конкретно вот этого фламинго розового, просто жевать его и лежать. Давайте посмотрим на мой столик, где я крашусь. Здесь у меня мои любимые украшения. Тут, кстати, новые украшения. Это сегодня я носила. Очень нравится мне эта фигулина. Классная. Скоро у меня будет видео, я об этом уже говорила в этом влоге. Так что скоро буду вам показывать всякие классные свои сережки, рассказывать откуда, чего, куда. И, кстати, фигулина, которой я начала пользоваться для бровей. Пока не вижу никакого результата вообще, без понятия, работает это хрень или нет. Это какое-то масло. Знаю лишь то, что оно якобы должно мне помочь моим бровям расти сильнее, больше, лучше и все такое. Обычно это делать сверху, мне страшно, чтобы глаза начнут вытекать. Прежде чем такое делать, нужно очистить кожу. Я ее уже очистила, а потом расчесочкой вот так расчесила ее. Главное, чтобы хуже не было. Ну, думаю, не будет. Сегодня я что-то нажала на своей камере, и у меня сбился фокус. И постоянно я не в фокусе. Мне хочется просто... Сейчас мне нужно положить корм в Евгене. Обед! Да ладно, что, какой там? Суть в том, что много корма насыпать нельзя маленьким собачкам. Но могу так сказать, Вива у нас съедает столько, сколько ей нужно. То есть она, как я, как ее мама, она не будет съедать все, что лежит в тарелке. Она съест только то, что вот ей надо. Потому что она голодная. Пока она не наестся, она не остановится. Как и ее мама. А теперь посмотрите, как я с вами прощалась еще до того, как помыла голову. На этом все. Я с вами прощаюсь. Ну, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Если да, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ждите следующие влоги. Вот такой у меня тоже день бывает в моей жизни. Надеюсь, что вам было хоть чуть-чуть интересно. В любом случае, оставляйте комментарии, пишите, на какие темы вы хотите, чтобы я болтала с вами, пока я крашусь, например, еще что-то. Чтобы вы хотели, чтобы я вам больше показывала, рассказывала, куда сходить туда-сюда. В общем, делитесь всеми своими мыслями в комментариях. Ставьте лайки. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока.